всем привет сегодня буду готовить типа борщ в автоклаве длительного хранения мне понадобится лук 2 больших головки свекла 3 таких средненькие свеколочки морковка вяленые помидоры с чесноком в растительном масле собственного приготовления зеленуха лук укроп и петрушка свежая капуста чесночок я уже почистил болгарский перец растительное масло и замечательные ребра для навара свиные ребрышки такие чудесные мясные с жирком навар будет просто обалденный что сейчас делаю достал я уже большую сковородку наливаем масло вот таким вот нехитрым образом теперь лук режу кубиками морковку тру на крупной терке свеклу тоже буду резать кубиками помидоры вяленые они там довольно таки такие крупные тоже их нужно будет порезать перчик болгарский обязательно перчик болгарский тоже режу кубиками и все эти овощи пережариваю на сковороде на растительном масле ну а далее сейчас залью ребра водой поставлю кипятить чтобы бульончик был хороший далее там уже капуста в общем все как положено когда борщ будет готов в кастрюле когда он уже будет сварен я его буду разливать по банкам и далее стерилизовать в автоклаве с электронным блоком управления автоклав у меня вейн на 42 литра ну что ж начнем готовить вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Красота. Ребра кипят. Я сейчас займусь картошкой. 10 картошин почищу и нарежу кубиками. Рыбе в кипяте. Рыбе кипят. Рыбе с кипяткой. Кипяток. Аплодио. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все, у нас получается Ребрышки сварились, бульон готов Сейчас их нужно вынуть Вот, вынаю И их нужно будет разобрать Отделить от костей мясо И мясо порезать кусочками И обратно отправить в бульон Ох, красота какая И можно засыпать уже картофан Так, картофан засыпал Сейчас буду разбирать мясо Но сейчас чуть-чуть остынет И буду резать уже капусту Капусту можно уже закладывать Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот и все Борщец готов Очень вкусный Наваристый, нажористый, ароматный Просто песня души, а не борщ Теперь нужно разлить его по банкам Я буду использовать банки Полтора литровые У меня 4 штуки И литровые Разливаем по банкам Аккуратненько Не торопимся Борщец Горячий кипяток Только-только вот я его Сварил Аккуратненько наливаем Аккуратненько наливаем Стерилизовать буду в автоматическом режиме При 120 градусах Цельсия 60 минут Будет идти стерилизация На пару Автоклав Вейн на 42 литра Такой борщ Можно хранить будет При комнатной температуре Это борщи длительного хранения Можно брать с собой На работу На вахту Просто на обед Можно брать с собой На охоту На рыбалку В поход В гараж Когда идете Да вообще куда угодно Можно кушать дома Когда Вам некогда что-либо готовить По-быстрому Достали банку борща Вылили в кастрюльку Подогрели Или налили по тарелкам И подогрели в микроволновке Это очень удобно Когда есть такой запас Если вы все сделали правильно Соблюдали технологию То хранить можно Достаточно долго Главное хранить В темном месте Ну желательно Чтобы температура была Не выше 25 градусов Как сказал один товарищ Хранить Такие вещи Можно практически вечно Потому что Пройдя стерилизацию В банке Как в космосе Нет Ни одной Бактерии Ни одной молекулы Нет Совершенно Ничего Вообще Вот так Так Смотрим Банку я налил Не наливайте банки Под Самую Крышку Оставляйте 2-3 сантиметра Обязательно Зазор Все Вот таким образом Наливаем Все баночки Отлично Посмотрите Какая красота Получилось 4 банки По полтора литра 2 банки Литровых И еще Вот я налил Кастрюльку Это Нам с супругой На ужин И еще и На обед Очень красиво Все это дело Выглядит Замечательный Получился Борщец И красивый И вкусный Сейчас Закрываю крышками И убираю Автоклав На стерилизацию Автоклав Я уже залил 9 литров воды Это необходимый Минимум Для работы На тене Положил Одну ложку Кислоты Лимонной Чтобы не было Накипи На тене И на банках Все Закрываю Крышки И устанавливаю Банки На фольждно Под фольждном Вода Автоклав На 42 литра Все Банки В автоклаве Вот так Отлично Все Закрываю Автоклав Подключаю В розетку И начинаю Работать Автоклав Закрыл Подсоединил Шланг По которому Будет Выходить Сбрасываться Воздух Итак Работаем В режиме Автомат Среда Паровая Продукт Ставлю Мясо Банки Ставлю 1 литр Убедитесь Что тен В воде И датчик Температуры Установлен Тен В воде Датчик Температуры На месте Ок Начать Процесс Приготовления Да Для начала Продувки Откройте Кран На крышке Автоклава Так Кран у нас Открыт Значит Ок Все Начинается Продувка Тен Работает Нагревает Воду Создается Пар Пар подымается Вверх И выдавливает Воздух Таким образом Закроется Дышащий клапан И воздух Будет выходить Через вот этот Кран По шлангу Вот сюда Тут Бульки будут Такие Когда весь Воздух Выйдет Автоклав Подаст Сигнал Что нужно Перекрыть Кран Кран Перекрываю И начнется Нагрев Нагрев Будет идти До 120 Градусов В этот момент Повысится Давление В автоклаве Будет примерно 1 бар Как только До 120 Дойдет Включится Обратный Таймер И 60 Минут Будет идти Стерилизация По истечении 60 минут Стерилизация Завершится Автоматика Автоклав Отключит И будет Идти Остывание Температура 97 Выходит Воздух Сейчас Подождем Когда Автоматика Подаст Сигнал Чтобы Закрыть Вот этот Кран Закрываю Кран Нажимаю Кнопку ОК Все Теперь Будет идти Нагрев До 120 Включился Обратный Таймер Температура 120 Через 60 Минут Автоматика Отключится Избыточное Давление 1 бар Все идет По плану Все Отлично Стерилизация Завершается Осталось Полторы Минуточки Я оставлю Под этим Видео Ссылку Для тех Кто хочет Купить Автоклав Переходите По ссылке Проматывайте Официальный Сайт Самый Низ И там Будет Окно Поле Где Можно Заказать Автоклав Заказывайте И внизу Будет Окошечко Будет Написано Ввести Промокод Вводите Промокод Большими Латинскими Буквами Витальсон Нажимаете Кнопку Активировать И вам Покажут Сколько Дадут Скидку По моему Промокоду Всегда Дают Скидку Я думаю Что это Приятно Итак Осталась Одна Минутка Автоклав Выбирайте Сами Имеется Ввиду По Литражу Вот В моем Варианте 42-литровый Есть Еще 23-литровый Ну 42-литровый Чем Удобно Тем Что В нем Можно Еще Делать Самогон Использовать Его Как Перегонный Куб Потому Что Здесь Кламп 2 Удобно Ставить Самогонный Аппарат Колонну Так Что В принципе Здесь Решать Вам Сейчас Стерилизация Завершится Самое главное Ничего Здесь Не трогать Открывать Автоклав Можно Только Тогда Когда Дышащий Клапан Упадет Таким Образом Давление В нем Выровняется Только Тогда Можно Открывать Автоклав Но Сейчас Времени У нас 9-й Час Вечера Я Автоклав Оставлю До утра Утром Уже Банки Доставлю Достану Потому Что Торопиться Мне В принципе Некуда Все Стерилизация Завершается Готово Идет Остывание Все Автоклав В принципе До утра Не трогаю Достал Я Банки Из Автоклав Все Отлично Крышки Все Втянутые Внутрь Все Как Положено Банки Я Уже Подписал И Всегда Подписываю Чтобы Знать Что Где Когда Очень Красиво Получилось Но Он Стал Более Светлый Чем Был Это Из-за Температуры Но Он Стал Не Менее Вкусным Радует Глаз Смотрите Прозрачный Какой Красивый А Когда Будем Кушать Будет Радовать Еще И Желудок Не Только Глаз Красота Да И Только Сейчас Убираю Банки В свой Шкафчик Для Хранения Храню Просто При Комнатной Температуре В Квартире Красота У Кого Еще Нет Автоклава Настоятельно Рекомендую Купить Это Незаменимая Вещь В хозяйстве Кормилец Столько Много Я Вкусняшек Разных Делаю Что Рецептов Уже Целая Книжка Да Красота Все Все Друзья Мои Всем Пока До новых Встреч Быть Добру Рецепт Рецепт Рецепт